Друзья, всем привет! Сегодня мы на рыбалке, на морской рыбалке. Наконец-то сбылась моя мечта. Надеюсь, мы сегодня что-нибудь поймаем. Капитан обещает сегодня рыбы наловить. Ну, не знаю. Да? Валера, гарантировать можем только, если водолаза зашлём. Приветствую вас, друзья! В этом сезоне, дождавшись отпуска, мы решили посетить курортный город Анапа, Краснодарского края, с целью прорыбачить на Черном море. Вообще, Анапа славится своими множественными достопримечательными местами, куда можно съездить, если вы приехали на своей машине. Если же вы без машины, тут повсюду предлагают разные экскурсии, включая джиппинг, где вас будут возить по всем этим достопримечательным местам. Но мы, не теряя времени, пролистав в просторы интернета и забив в навигаторе точки, решили посетить такие места сами. Но нам удалось не все места посетить, так как в связи с коронавирусной инфекцией множество общественных мест для нас было просто закрыто. Зато нам удалось отправиться на нашу первую черноморскую рыбалку. Заранее договорившись с капитаном небольшого судна, мы рано утром отправились в порт, где нас, собственно, уже и встречал наш капитан Валерий. Как только мы погрузились на судно, у нас сразу проснулось чувство предвкушения какой-то для нас непонятной рыбалки. В принципе, мы и не знали, что нас ждет впереди в течение пяти часов. Уж очень хотелось почувствовать все прелести морской рыбалки. Дальше наш капитан, зная свои точки на глубине 15 метров, остановился недалеко от порта. Сейчас у нас пять утра, в основном рыбаки у нас справляются вот здесь, вот видно, все ловят сейчас тавритку. С пяти утра, до скольки утра, до десяти, да? Ну, в принципе, как бы, да, с утра обычно, до десяти максимум. Ну, в основном, вот говорят, что до десяти часов. Вот, и мы начинаем нашу рыбалку. Сейчас пока половим ставритку, а далее поедем в море, где глубина 30-40 метров. Вот, это уже получается, мы будем ловить на другую снасть, да? Да, 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 да. Тест какой у них? Примерно, просто посмотреть. А, мультипликаторная, да? Катушка. Ну, и такие там, у них тест обычно, говорят, 250. Ну, вот сейчас настроим снасть и будем ловить ставриту. Начали мы ловить с обычных спиннингов, специально оснащенных с небольшим грузиком и крючками для ловли ставриты. Практически с каждого заброса попадалось ставрида, то одна, то две, но бывало и больше. Вот такие вот у нас ставритки ловятся пока что. Вот такую вот снасть применяют у нас местные рыбаки на Черном море. Значит, через каждый сколько-то, 10 сантиметров по крючку, сколько есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? А можно до десяти крючков. До десяти крючков ставится какая-то вот страза. И на голый крючок ловится вот такая вот вот такие вот ставритки. Крупная самая, сколько, 35 сантиметров? 35 сантиметров. 35 сантиметров. Первые впечатления от такой рыбалки, конечно же, и порадовали. Никогда бы не подумал, что буду ловить ставриту в Черном море так легко, который мы просто покупаем в магазине к пиву. Утром солнце стало подниматься все выше и становилось все светлее и жарче. Теплый легкий ветерок создавал небольшую волну, покачивая нашу лодку. Но все эти мелочи нас не беспокоили. Мы просто были увлечены каждой минутой такого процесса. Наловили мы сейчас ставриток. Это у нас получается наша первая наживка. Сегодня мы постараемся. Надеюсь, нам повезет. Поймаем катран, который похож на небольшую акулу. Бывает камбала попадается. И как там еще? Морская лисица. Вот на такую вот ставритку такая рыба тут ловится. Далее мы отправились на более глубокие участки, так называемые свалы, где должна, по словам Валерия, ловиться уже другая рыба. Так как в море имеется течение, по прибытию нужно обязательно заякориться, чтобы не сносило осудно. Я не знаю, течение сильное, не сильное. На всякий случай перестрахуюсь. Два якоря сейчас. Два якоря, ага. Да, у меня сейчас стоит якорь для камней, а это считается якорь для песка. Поскольку как бы может разбить ветер, как бы чуть сильнее. Вот это для камней, да? Это для камней, да. Кроме ставритой нам нужна еще и другая приманка. Это местная креветка, которую Валерий покупает за 400-600 рублей за 1 килограмм. До дна, да? До дна, да? И просто держать или... Ну, опустишь до дна, как бы. Вот до дна дотянул, дошел грузик до дна. Чуть потянул, но тяжку спинни не держишь. Попробуй, ну, прочуть. Ну, ну, ну. Долбить начнем. Надо немножко ее подсекать. Поддергивай. Все, оп, и пошел. О, да, есть что-то. Ну-ка, ну-ка. Только-только закинул, уже сразу поклевка. Креветка делает свое дело. Да, да. О, вот они. О, ха-ха-ха. Это что за рыба? Это рыба Мирланг. Мирланг? Мирланг. Хек. Посмотри, внимательно. Оп. Нормально. Обычно такая нежная-нежная рыбка. Вообще нежная. В старой советской времене. Пахнет рыбой. Видишь, я помираю, ухи, пус. Ну, типа, как у нас ершики тоже прожорливые. То же самое. Все подряд едят, особенно червя. А здесь они креветку жрут. Ну, такие вот малюпасики. Вот такая рыба, хоть и маленькая, но оказалась очень прожорливая. Для такой ловли рыбы не нужно иметь особо большой сноровки. Закинул и ждешь поклевки. Наловив Мирланга и Ставрида, мы использовали их в качестве жутца. Мы перешли на более крупную ступень, а именно на более крупную рыбу. И наша рыбалка стала еще более интересной. В общем, друзья, вам остается только наблюдать за процессом. Продолжаем нашу морскую рыбалку, пока ловится Мирланг. Донная рыбка на 33 метрах. Сейчас нам настроят спиннинг с мультипликаторной, как она, катушка. И толстым шнуром, да? Как она? Плетенка же тоже, да? Да, плетенка была. Ого, крючки. Вот такие вот крючаны использую. На морской рыбалке. И вот такой вот толстый-толстый шнур. Отличай. Надо еще знать, блин, как цеплять. А то обычно на жевца просто за горб цепляешь, и все, ее нащупают. И ставишь там на жерлице. Там зимой вот мы рыбачим. У нас зимняя рыбалка тоже хорошая. Жерлице ставишь. Здесь тоже же Азов рядом. На Азове, ну, не само Азовское море, как бы, не в нем море, а в Лиманах. Я даже не знаю, как забрасывать. И как вообще, как играть. Я забросил просто в сторону, отбросил и все. Потому что какой смысл, его сейчас как бы подтачит. Он все равно уйдет практически вот так. Глубина у нас тут показывает 33 метра. Теперь спиннинг можем воткнуть сюда. Но я предпочитаю ставить вот так. Почему? Потому что тогда более четко видно поклёпку. А, да? Да. То есть мы сидим туда, смотрим, как бы. Удар. Удар. Берем спиннинг. Не спеши. Посмотрел, слабина есть, упор есть, все. Дерг его. Чувствуешь, сидит. Если нет, лучше не отпусти. Потому что она где-то тут рядом будет крутиться, как бы. Она, бывало такое, что дерг, бах, у него вырвал. Она со рта сплевнула, успела, я ее за задницу поймал. И вытащил. Ну, можно, наверное, чуть-чуть перекусить. Да подожди, хоть спиннинги забросим. Нет, я вообще говорю. Спиннинги мы успеем забросить. Забросим. Ну, мне один уже спиннинг забросили. Я уже все, я уже это место контролирую. Немного перекусив, дальше Валерий провел небольшой инструктаж, как правильно делать подсечку. Тут, конечно, с каждого заброса уже не будет поклёвки. Приходилось ждать по полчаса, бывало и больше. А в мыслях осталось одно. Как бы не протыкать поклёвку и сделать правильную подсечку. Ну, и, наконец-то, первая поклёвка. Есть. О, есть. В какую сторону? Тяжело идет, тяжело. О, что-то там хорошее сидит. Я надеюсь, что на пизма. Да я потихоньку. Багор же есть, да? Есть. Видишь, а эти катушки будут спинник выворачивать. Да, выворачиваю. Смотри, из полнотора вывози. Ух ты. Ух ты. Да? Ух ты. Красная. Естественно, большая. Так, как я по крому? Прикольная. Большая. Красивая какая. А не снимайте с этого. Мы сфоткаемся. Ух ты. Красавица. Ну, есть. Стоп, стоп, стоп. Нет? Отпускай, страви. Переключатель. Я не знаю, где он. Ты подсек, дернул. Чувствуешь, нету. Не засыплю ее. Ну, она прям так... Открывай. Ну, она так немножко подергивала. Да. Но... А это не то, да? Ты высмыкнул. Высмыкнул. А она не взялась. Вот, держи теперь. Не, ну, можешь положить, как бы. Ну, она вот чуть-чуть так... Тык-тык. Была поклевка, да. Была. Ну, рыба не поймалась. Еще бывает, знаешь, как бы, леска же... Ну, стравливаешь ее, а она слишком много свободного. Потихоньку подвел. Не подниму, не сдергивая, а подвел. Чтобы у тебя, чтобы ты мог смыкнуть. Подсечь ее. Она сошла сейчас. Сейчас вот, видишь, опять будем сейчас подождем чуть-чуть. Недолго. Если в течение полчаса ничего не будет, вытаскивать надо и смотреть. Значит, наживку уже сдернула. Ага. Потому что поклевка была. Ну, я понял. А подсечь мы ее не подсекли. Вот, поклевка была. Возьми спиннинг булки. Слабимы не было там. Вот, теперь держи и почувствуешь паука, как долбанет. Как всадит, как бы, подсечка. Ага. Можешь спиннинг ниже к воде отпустить, тебе будет и лучше видно. И подсечка будет. Ну, чувствуется, что-то жрет там. Вот она сейчас долбанула, опять, да? Ага. Вот, смотри теперь. Ну, хорошая поклевка же была. Ну, вот, вот. Упирай. Не хватит сил вообще. Не знаю. Упирай. Нет, не так. Упирай в это, в поезд. Ну. Ого. Снимался. Тихо. Спасибо. Ну, это мульт. Реально тяжело. Реально тяжело. Перехвачусь. Офигеть. Реально тяжело. Давай, давай. Крути, крути. Так никто, наверное, не закручивал еще. Да почему? Да? А, вон уже что-то видно. По-моему, такая же какая-то. Как вот сейчас доставали. Такая же. Ага. Вот я вижу. Надо как-то приноровиться. Крутик, нет? Да, да, да. Так, это котлы, что-ли, надо... Это мульты. Ну, зато у них, как бы, этот, легкая, что выкручиваешь. Снима бы упиралась. О, заводил так. О, такая же. О, такая же. Подожди. Тест. Стоп. Стоп. Все, 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 не надо. О, пошла. Ну, чуть погружнее. Ну, тяжелая, да. Целикой рот большой. Что, достаем? Это уже сам. Ага. Вот уже попалась вторая морская хвостатая лисица, которая похожа на скат. Ну, и Валерий нас в таких ситуациях всегда подбадривал. Советовал, что нужно делать. Сейчас он подергивает. Подкрути спиннинг ниже к воде, чтобы не этот, не поднимая спиннинг, но у тебя была этот, подсечка. О, есть. Засадил. Что-то даже покрупнее. Главное, без фанатизма. Напряги ее просто сначала, а она пойдет, пойдет. Дубатель хорошо, да? Что-то прям хорошо идет. Очень тяжелая. Тяжелее, чем в прошлый раз. Могеется. Ощущения, конечно, такие прям непередаваемые ощущения. Это надо самому пробовать. Вот именно важный момент, когда подсекаешь, она сразу прям вниз тянет. Может, на эту наживку именно лисицы там? Давай, давай. Рука устает. Не, 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 ты будешь так просто. Рука устает. Если она крупнее, так тут вообще... Ну, я же без пережива сразу вытащила. Крути. С конца поднимаешь, у тебя пояс специально обвоткнутый, а есть вообще как бы выпук. Даже с катера не снимает. Постойте. Постойте. И катушка там в два раза больше. Попробуй, блин, эти 33 метра, блин, пропащить. Ага. Нет, катра. Чуть-чуть напрягну. А, нет. Нет, тоже лисица. Нет. Мне показалось. О, красоточка. Сейчас я подведу. Ваше впечатление, мужчина. Капец, вообще тяжело. Вроде она плоская и сопротивление большое. И кажется, как будто там килограммов 20-30, наверно, тащишь. Ну да. Из-за того, что она плоская. Ага. Вот, сейчас у нас мы поймали уже третью, третью лисица. Катрана пока еще не поймали. Ну, ждем. Ждем катранчика. Заглотила. Что-то аж до зада проглотила. Что-то я прям ей дал время, видать, много, чтобы она проглотила. Блин, этот спиннинг-то подлиннее. Ой, я как будто мешок какой-то тянул. Лисит. А, ну чуть-чуть сопротивляется что-то есть. А где же ты там? Когда ты уже наверх поднимешься. Лису за хвост поймает. О, держи, держи. На ставрину попалась. Куда нам уже четыре штуки-то? Мы поймали за сегодня четыре штуки. Давай этому отдадим там. Повару. Может повару одну подарим, да? Да, наверное, так и сделаем. Принесем. Пару штук нам приготовят. Ну, если что, подарим там. Штяк. Ну. Да. Рыбалка удалась. В принципе, мы от нуля ушли. Далеко. Далеко, очень далеко. Уже четыре таких лисицы, одни крупные. Прождав еще какое-то время, последовала еще одна поклевка. Еще одна. О, еще одна лисица. Уже пятая. Что тут заелом? Крыльями машут. Полетела, полетела, полетела. А, занос, что ли? Да. О, нифига. Она струнку дусь кила. Подсек. Странная подсечка. Ой, там зацепилась. Вверху. Что ты получаешь? Вон он у нас. Пять штук. Дальше мы отправились на другую заветную точку, где уже Валерий поймал пару катранов. И такая акула обитает только на глубине, и людей она не кусает. Когда держишь такую рыбу в руках, ее кожа напоминает наждачную бумагу. О, нифига! Килограммов пять-шесть. Ой, здорово. Слушай, подожди. Ого. Сейчас. Классно. Вообще классно. Раз, два, три. Еще подъехала к нам семья. Попросили пофотографироваться с такой рыбой. Но мы, конечно же, не могли им отказать. Кстати, в старину, когда ловили такую рыбу, с ее кожей наматывали на рукоять меча, или сабли, или шашки, для того, чтобы рука не скользила. Ну вот, друзья, сбылась моя мечта. Мы побывали сегодня на морской рыбалке, на Черном море, в городе Анапе. Хотелось изначально, конечно, одну поймать, но мы поймали сегодня пять лисиц. Удовольствие получил я огромное. Как бы всем советую. Если что, ссылку в описании оставлю номера телефона именно этого корабля. Капитана водителя. Валера. Валера зовут. Ссылка будет, если что, в описании. Ну, на этом, в принципе, и все, друзья. Вот такая у нас получилась рыбалка. От нуля ушли. Ну и до следующих рыбалок. Всем пока. Всем счастливо. Ну, друзья, на этом я буду заканчивать нашу рыбалку. Пошли пять часов рыбалки, как мгновение ока. Весь улов Валерий отдал, конечно же, нам. И еще хочу искренне поблагодарить его за такую рыбалку. Мужик просто молодец. В порту у нас местные рыбаки уже ждали с уловом, не просто так. Они предлагают разделать качественно ваш улов за отдельную плату. И они реально качественно это делают. На разделку своего улова, это два катрана и пять лисиц, мне обошлось всего за 800 рублей. Так что у кого будет возможность посетить Анапу и сгонять на рыбалку, обращайтесь к Валерию. А я с вами ненадолго прощаюсь. Всем удачи.